я приветствую вас дорогие друзья уважаемые гости и подписчики моего канала олег стариков военный аналитик на связи олег иванович здравствуйте олег иванович ну понятно что начинаем мы наш разговор с приглашение на канал студия руслана безяева там выходят еженедельные блоги олег ивановича событиях на передовой на фронте без пропаганды четко и по делу немножко больше чем четко и по делу а еще и как бы вплетая политическую канву в мнение олег ивановича это вот прямо сейчас ну что три месяца и один день наступления вооруженных сил украины сегодня нам сообщают там движение в сторону новых населенных пунктов которые в сводки раньше не попадали вместе с этим мы слышим от путина от шайгу вот такие прям на отмашь фразы что все это там не про буксовка а провал если я вас попрошу коротко дать оценку этим трем месяцем и одному дню на чтобы вы обратили внимание ну первых информационная составляющая была сделана неправильно это самое основное принципе я в на вашем канале об этом всегда говорим потому что народ надо делать так чтобы народ верил полностью информация властью естественно делать так чтобы вовне дискредитировать и дезинформировать противника у нас большому сожалению получилось так что мы все ждали что от пятого пятого как вы сказали когда началась летняя военная компания 23 года русня побежит 6 уже в ночь и на это все надеялись я имею ввиду те кто планировал от большей связи с информационной составляющей они горошева и военные это не планируют военные прекрасно знают что это такое и план стратегического наступления ли страну посланных мероприятий план летней компании чуть-чуть там другие другие имеется разделы пункты стрелки самое главное в этом плане есть раздел так за то есть есть планы добавляется там называется пояснительная записка так вот этой пояснительной записки расписано все том числе материально технично забеспечения так вот для выполнения задач которые ставят на необходимо раз два три четыре ну примерно две дивизии танков 10 бригад тяжелой артиллерии рцзо 220-30 бригад личного состава это упаду это все расписано а у нас через определенное время полу появляется видео или то есть информация о том где главком заложник заявляет мне необходимо для решения задач помните он сказал то 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 я аж тогда наш когда уже комментировал мы вышли не сказали обзор сделать наш обзор и повторять я тогда нет а вот к этому возникло очень много вопросов почему это он сказал пояснительной записки об этом уже написано и когда она утверждается на ставке уже это все ясно почему сказал а теперь вот знаете вот теперь понятно почему потому что из высшего военно-политического руководства наверно никто это пояснить им записку и не знал что она есть но военные принесли попасть на стол карту поклали ну и рядом пояснительная записка на там листов там листов 200 300 может 400 лежит какая-то тетрадь лежит какой-то журнал там ну или же пусть он лежит счетом гражданской то в армии не служил она узнает понимаешь ну вот так вот к тому что он неправильно были посты цели поставлены правильно а средства реализации этого было чуть-чуть допустим я не договорю что была допущена ошибка было неправильно акции недооценен противник тоже не говору снят побежит вот недооценка противник но тоже военные это все знали но раз план приняли значит не думать ну приняли все вы приказ приказ начальника закон для подчиненных это написано во всех уставах и учат первого курса военно училища это первое по информационной составляющей которая принципе самая основная второе по линии боевого соприкосновения у войны есть фазы вот у операции стратегических из определенных фазов так вот первая фаза прорыв обороны противника учат горит прорыв работе но прорыв это не прорыв это продавление прорыв сам по себе подразумевает когда заходят то есть когда штурмовые подразделения в течение суток максимум сутки сутки 24 часа ну максим 30 может еще 30 часов считается 30 по военной науки когда вы когда полностью в игры первые входят первые на первый шелон оборонительных позиций первую линию по вторую линию на вторую второй оборонительный эшелон потом 3 и потом выходят на оперативный простор то есть операции статистка превращается в оперативного потом и дальше выполняется задача токмак должен был взять насколько вот так мой холопский розовый сельской генералов спрашивал игры да принципе токмак это первая задача течение первых суток должен за течение двух-трех-четырех там в неделе мили мили топом да а потом уже и выход к морю море стратегическая задача а сейчас нам заявляет о том что токмак это главная задача это стратегическая то есть перенесли видите к чему это все приводит неправильная оценка оценка по второе опять же инженерная составляющая я что не очень понимаю то что строили полгода вооруженные силы российской федерации который называется линия суровикина больше шесть месяцев было не видно что не стоит видно второй вопрос что по ним по инжене по инженерным войскам российской федерации которые строили 60 километров инженерных сооружений но по по всем наукой по всем трактатам и бы требованиям и нормативом военной науки и военного искусства это что было не ясно 60 километров мы только 20 прошли еще 43 до токмака отработину токмак еще 25 километров а там еще это еще только мы зашли первая линия между первой и вторую вторую полосами то есть ну первую вторую а еще есть опять же минные поля вторая линия потом минные поля третья ли самое главное еще другое и уже четвертую строй в итоге получится что сейчас мы про мы сейчас первую линию возьмем они вместо второй линии они построят уже вместо третьей линии они построят еще то есть 4 она будет 3 3 3 то есть проходить это потом по тем темпам три месяца темпом мы так будем то извините за цинизм но вы сказали только на цинизм так можно проходить год или два а сколько личного состава сколько ресурсов сколько техники поэтому недооценка противника ведет к серьезным проблемам для наступающих войск военные это военные прекрасно понимает генералитет но когда готовили личный состав на штурмовые подразделения прекрасно понимаю войсково-патриотичное выхование не национал патриотичный а висково-патриотичный пара две разные вещи значит было настроено то есть воспитатели командиры работали этом необходимо поднять боевой дух но его когда показывали что он был настроен на серьезную борьбу а у нас получилось что готовили на то что вариант б русня побежит вот это вариант б к я не грушу к сожалению а вариант вы во время боевых действий во время войн не бывает сожалений не сожалений бывает если есть проблема ее на заканчу если есть проблема ее необходимо оценить понять что реально будет и потом построить уже и вы сделать вывод но самое последнее дело политическая составляющая война политическая составляющая заканчивается команде потом она переходит осенне-зимний сенью-осенне-зимний ноябре начнется уже больше сейчас уже сентябрь сейчас увидите уже началась вот это всякие разговоры информация в средствах массовой информации западных стран я так думаю вы будете мне об этом спрашивать но я просто вообще не вот это уже пошла информация что уже надо вести надо готовиться надо уже переходить на линейку переговоров а в уже все застынет именно застынет на поле боя потому что танки конечно грязи не бояться но они смогут так плане и сейчас все через сухо и такое продвижение то есть продвижение можно сказать такое достаточно медленно а когда грязь стали пехота по большей степени не пойдет но тогда противник будет принимать решение уже они шить ноябре декабре декабре у них коллеги и министерство обороны полете в том году было коллеги и я тоже вы меня спрашивали я давал интервью что они там решали они готовились на зимнюю кампанию осенью висит то есть они уже то есть поставили задачу строить линию суровики почему мы это не сделали не почему мы не провели инженерная разведку почему мы не запросили инженерную технику почему мы не начали наносить удары и дронами и того подобное по инженерным войскам которые строят линию суровики на а куда ты запускали может она и в нужную сторону но я так понимаю для выполнения шли мы же должны работать в едином замысле все виды и рода войск вся так называть силы обороны уже работать в едином замысле а не то что президент страны заканчивый вот президент страны говорит что мы будем переносить войну если будем переносить нас не будет поддерживать глобальный юг и мир а начальник военной разведки ритмы переносим на меня это для как для кадрового военного возникает очень много вопросов почему военное должностное лицо конкретно начальник военной разведки публично заявляет мнение противоположное мнение верховного главнокомандующего у меня много под этого вопроса а тем более как у контрразведчика на их еще больше тем более у военного контрразведчика меньше да ну знаете ну вы говорите мы заканчиваю заканчиваем и только начали потому что я но очень хотел бы получить компетентный комментарий или оценку до сказанного и того что мы видим последние дни в публичном пространстве по поводу продвижения вооруженных сил украины вперед я детализирую смотрите когда нам выходит торнавский и говорит мы первую линию прошли дальше будет легче а выходят там другие спикеры и говорят ну это только первая линия а вот смотрите вторая будет вторая не менее сложно здесь примерно получается в голове вывод такой как и после выше приведенного вами примера там буданов и зеленский по поводу переноса ли не переноса войны что можно скну на территорию россии что можно сказать объективно об этих линиях и ну скажем так о продвижении и движении вперед потому что но вот одни например эксперты да вот в частности там сергей грабский есть военный эксперт но вы знаете даком я говорю ну так смотрите все все нормально мы так в херсоне действовали в херсоне правда не было вот таких укреплений и таких линий суровикина на тот момент в херсонской области когда шли на херсон но тем не менее есть какой-то объективный но объективное понимание того что вот с этими рубежами они отошли их выбили погнали на вторую линию что происходит вот как вы это как вы это оцените первое херсон и харьков это классическая классическое наступление которое привело к прорыву оборонительных по оборонительной линии противника в течение суток помните про сюда 24 часа это классическое и в течение дождь бону будут прорваны из тактического прорыва но перешло в оперативное тактическое потом оперативное после чего враг убежал а по-другому русня побежал по-другому я групп информационной пространстве как как у нас было до недавнего не побежал почему это произошло просто было определен планировано сделано но противник тоже противник в этом уже плане не доценил нас но не доценил и за это получил особо получил потерял перед он потерял территорию мы освободили территорию как харьковской как и правой бережи хрисонской области это правильно это первое второе таких оборонительных сооружений которые мы сейчас говорим которые я сейчас на южном фронте а конкретно опять же линия суральникина там таких не было там было совершенно очень как сказать не классическая даже там где-то очень если например стояла подразделение ну полк ну полка до 1000 человек до бригада три тысячи человек но это примерно а в итоге полка там было 500 или 200 человек ну если бумаги полка 200 просто в итоге или линия линия была вообще пустая то есть у них писали это на бумаге на бумаге липовые вот лапин помните вот эти все лапин который взводом у генерал-полковник он взводом командовал белгородской области солдат бмп иди за мной за мной не хотят вот это вот это лапин это уровень командования они с этого сделали вывод вывод перевод о чем мы сейчас говорим третье вырок пыпы построили линию вот две оборонительные сооружения третье само по себе во всех академиях я не знаю как вот комментирует генералитет ну я опять же я спрашивал академиков я об этом говорю я жить то что говорю про эти линии это я спрашивал тех кто закончили академию оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня что это такое так вот чем по по нормам военной науки первая линия на главный то есть первый он главный но насыщенность за самый основной это третий там вообще-то 2 лица есть если противник прорывает первую линию прорывает первый рубеж ну это главный рубеж первая вторая линия противник отходит на вторую и там закрепляется и там уже делает все возможное чтобы не пройти не это линия динза быть прорван там наиболее насыщенное лич количество личного состава по уму на первой линии я упрощу очень упрощенно говорю на первой линии находится дивизия на второй первый первый эшелон дивизия на втором эшелоне корпус на третьем армия а не наоборот почему на третьем армия ну опять же там может быть пару бригад на первом на втором может быть дивизия на третьем корпус нашем понимании корпус именно по этой линии для чего корпус на 3 линии и резервы а я для тех кто вот это комментирует я вообще-то как-то странно этот корпус необходим для того вообще-то и в военной академиях учат что после того как противник ослабляет свое то есть он бы народное давление ослабляет свое потому что естественно идут потери санитарные безвозвратные боевой техники то подобное когда он по фазам войны он ослабляет тут после на третьей ли войны понимаются резервные части и наносят контр-удар не контр наступление а контр-удар корпус корпус это возьмем две дивизии 30 тысяч три дивизии но зависимости как считать или 10 не может 15-20 зависимый от 30 какой меньше набрать больше я сегодня делал записывал вы сказали на студии я полностью считал так вот где мы сейчас проходим работе ну да вот чат проходим они дают мы они дают мы идем на вербовое между первую и вторую линию 1 1 эшелона дают как они самое интересное они и на на главном направлении главного удара где мы идем выставили пехоту чтобы она сдерживала наш парк ас по флангам как севера как с востока так запада поставили седьмую десантно-штурмовую дивизию и сорок седьмого десантно-штурмовую дивизию что это значит и там же а я еще расскажу а там же еще рядом с востока поставили бригаду тяжелой артиллерии пионы гиацинты это 203 202 203 миллиметра там где тяжелой артиллерии а для чего скажу готовит мешок киловак котел готовит фланга почему десантников не пехоту а десантников и десантников разбавлены город сами и спецназом 15 это ланцет вот эти ланцеты летают это что спецназ работает просите любого кто сейчас воюет что-то что такое ланцет какой он угроза для нас представляет они на фланге поставили ждут когда мы когда у нас закончится когда мы выдохнемся вы это выдохните это не потому что у нас нет боевого духа это военной науке военно искусство написано подвоз техники и тут же важно как как далеко зайти вперед да вот чем больше сейчас где-то 10-15 километров у нас . дота куда . соприкосновения а раз мы растягиваемся значит больше для логистических путей то есть логистику дольше проводить надо в три раза больше личного состава потому что уменьшается количество личного помните я про север то есть про харьковскую область когда людей мало было то же самое одни к и по по полям одна по и по и проселочная дорога не заминированная и все это держится под пристреле на что делать они готовят котел я надеюсь что деньштаб наш об этом знает и как-то подумает как это не допустите а так они это иду они готовятся а у них количество еще один миф от миф это вбивается что резервы у них закончили те всю русню убили все руси нету вот нет пока не 240 ты сейчас собрали 240 тысяч уже новую бригаду собрали сейчас я вспомню но без номер забыла только знаете память уже забывали ну ладно суть чуть не в том они новую новую резервную резервную армию создали новую резервную армию создали это писал ладно хорошо потом потом у них танки каждый ежемесячно военно-промышленный комплекс российской федерации выпускает новых т-72 м3 и т-90 м 20 штук новых новых повторяюсь у него что-то в америке танковых строительных заводов нет у них только есть один танкоремонтный завод один а у них танки строят там 20 новых они куда-то не идут на видят на поле боя замечать отдельное количество определенную один там или два но количество и много их не пускают следующее они поснимали т-55 т-62 тоже где-то вою для чего потому что берегут и артиллерийские стволы берегут артиллерийские стволы они где-то накапливают то есть смотрите то есть как там и когда мы смеемся над этими танками из памятников ну образно это это зря конечно вы понятие вот это вот этим вот хотел нельзя ругаться то скажет дед старый ругается еще понимаете суть как они стволы артиллерии сейчас идет артиллерийские войны стволы имеет определенный ресурс значит бывшего оружия вооружения бывшего советского союза имеет ресурс ну и по разным данным 3-5 тысяч выстрелов с учетом того что сталин требовал и дальше бывшие декоммунизированные там это ихняя партия там большевиков и коммунистов значит они требовали было три раза ресурс ну здесь тысяч кстати мы это мы этим воюем слава богу у нас оно еще есть и стреляет а не панцир гаубиц вет две тысячи пятьсот выстрелов и все и плюет две тысячи потом ствол надо менять ты ствол полевых условиях не заменишь надо его тащить так же самое вот и вот идет но новое вот вооружение которое дали она они для они что они берегут артиллерию используют танки т-55 т-62 для стрельбы из засад потому что сами по себе думали танки будут танковые бои а сейчас война но это уже тактика это отдельная передача можно другую передачу так записывать сейчас танки используются как артиллерии зачем тратить очень дорогое артиллерийские стволы если можно и выстрелить артиллерий если можно тратить боеприпасы которые которых там навалов вот они их используют бои скруют и выпуляют а сами спаси а танки сейчас накапливают так вот на севере на купинском направлении первая танковая армия 5 5 бригад артиллерийских бригад артиллерийских потом еще опять же танковая армия если считаете дивизия эта дивизия это 250 танков 250 260 танков а армия умножайте где-то на корпус 2 дивизии то есть это тысяча танков где-то где-то тысяча танков кстати по данным нашего нашей разведки и по данным кто-то считает там тысяча танков на севере на купинском направлении дислоцировать а для чего не нужны они просто так да они находятся там в 10 тире 12-часовой подходу но они там стоят а у нас только рассказываю час они на т-34 приедут так может быть т-34 это просто как стрелять для того чтобы создавать огневой вал это тоже важно зачем использовать опять же дорогие артиллерийские стволы поэтому здесь ничего от ничего то что не делать ничего просто так не происходит идет накопление сейчас ресурсов они готовятся как на южном фронте так и на северном фронте готовятся и я так и планирую по моему я бы этого честно говорю я опасаюсь что до конца в сентябре в сентябре будут очень серьезно их не наступ контрнаступательные действия даже не контрнаступление будет контрудар наступление это максимум бригаду а удар это уже вот я сказал корпус три-четыре бригада вот они к этому готовятся и непонятно куда пойдут на харьков вряд ли я планирую то есть я прогнозирую что пойдут на низ на север для того чтобы срезать вот это все и блокировать нашу группировку и славянскую там северско-славянскую группировку а на юге так же самое готовят что-то не очень плохое нам готовить даже хотел словах хорошего ну понятно западная пресса пишет что у нас собственно остается не так много времени ну условно сентябрь и да чуть-чуть октября и ну как бы а дальше пауза вы об этом упоминали а дальше пауза и вот это вот декабрь и январь зимние наступление почему россияне зимой могут наступать а мы нет нет еще в грунт танки грязи не боятся мы отступать могут все для того чтобы наступать необходимые ресурсы подразделение которое бросается в бой они все вы когда у твоего генштаб когда планируют они прекрасно понимают сколько будет считает это вообще вот в этой пояснительной записке написано безвозвратные санитарные потери и второй вопрос это бюджет финансирование финансирование очень важно хочу напомнить маленький пример я приводил еще раз привожу когда вы в командование центральных командованиях да у него что-то америке сидит командующий правой стороны у него находится начальник штаба следок левый финансист и когда начальник штаба докладывают чтобы что штаб спланировал командующий всегда поворачивается к финансисту спрашивает сколько это будет стоит вот заходим и бюджет или нет вот горы господин цар нет что мне звоните в пентагон он звонит пентагона пентагон горит денег нету это я извините так мазками но все кто понял тот поймет кто не понял я дальше объяснять не буду арм война это прежде всего во первых это финансы потом экономика третье мобилизационный ресурс воевать с и шашками когда мы тут всех перед капусту перерубим и на тачанках уже никто не воюет срок линейки сейчас необходимо прием на ресурсы если снаряды если снаряды ресурсы у западных стран проблема сейчас уже них ресурсы необходимо если они нам будут давать они будут давать снимать своих линейных частей будут ли не давать сомневаюсь потому что командиры на местах у них чуть-чуть другие они не говорят я стера они знают что выполнение задачи они им необходимо то 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 если что-то заберут часть будет ограничена небоеготовых а команды командированный назначается на три года он знаешь ага сейчас его назначили три года не это не дадут часть небоеготовый меня снимут мой карьерный рост будет на нуле там карьеры под ударом да причем каждый и сразу говорю у них совершенно другая психология другое психологию них нет понятия военная необходимость и политическая целесообразность у них есть военная необходимость политической собрала хорошо расформировать и тогда когда будем снимать поэтому это первый дадут ли вышел ли сейчас военно-промышленный комплекс на тот ресурс я груз трансзапада нет я что-то не вижу что он выходит я не вижу просто самое основное это что нам не хватает снарядов не сториандов а выстрелов что-то выстрелов ну покажите нам же говорили что вот эти кассетные боеприпасы ниже вот там и стволы ресурс берегут и поражает большую площадь и соответственно кассетные боеприпасы был помните вот был период когда они считались прям вундерваффе для украинской армии которые американцы передают до джевелины хаймерсы кассетные боеприпасы поэтому а реально то это она не вносит да это действительно мыши почему западном говорит вы берегите боеприпасы и наносите точно удары то есть каждый снаряд должен попадаться к же поляцем согласен экономика войны но есть такое никто же не думал как будет первую мировую войну как вот огневой вал как на суп они бы за понимаем что такое огневой вал без огневого вала во-первых ты не и психологически давишь на противника и 2 он во втором случае он нужен нужен для чего когда твоим части отходят отходит наступление отход это принципе одно и то же виды боевых детям отход даже тяжелее организа чем наступление поэтому когда отходит для того чтоб я не поражал противник не шел тебе на плечах где тоже ставится делается огневой вал что противник не подходил под для чего это нас так вот а само по себе мы же бьем по цели а тут получается обратно по площадям все эти центричная война в смогодомин многосферной операции обратно превращаемся первую мировую войну во вторую мировую войну я такого еще комментария не слышал по поводу кассетных боеприпасов от соединенных штатов я говорю вы знаете вот она сейчас смешалась сейчас что самое интересное в мире вы военном деле военной науке военной искусстве сейчас происходит революция потому что сейчас все смешал мед дерьмо и воде все смешало и 1 2 мировая и сети центричные войны и многодемные многосферные операции и информационные войны гибридные вот это все вместе все смешал поэтому сейчас вот для отличное время для того чтобы защитить не только кандидатскую но и доктор я уже столько материала набрал что я готов уже сейчас кандидатскую хоть ну через месяц эту как написать и уже кандидатскую кандидатскую по военной наукой можно защитить а через через полгода доктор ну мы конечно очень хотели бы вам этого пожелать олег иванович смотрите я задам вам вопрос политический но профессиональный но политический как-то ну ну не знаю поделитесь впечатлениями вы наверное вам попадалось картинка вот вы говорите все смешалось революция там все с ног на голову общем и мёд и дерьмо и гвозди резникова провожали аплодисментами почему я имею ввиду в парламент голосование за снять а если провожали аплодисментами зачем его надо было снимать полить вопрос на вопрос если выдающийся руководитель политический руководитель военного ведомства которые конкретно отвечает за сектор силы обороны мы сейчас играем про сбройные силы за оборону кабинет министров отвечает за оборону страны оборону страны министр обороны отвечает в военное время за все так называемые силы обороны почему все пытается на силу обороны мы все на весу это это политическая составляющая а если реально силы обороны и сериально ну мы понимаем о чем дело мы всегда говорим весу но оси по науке опять же силы обороны он отвечает за все значит что-то сделал практически в трагическом уровне? Да, сделал. Реально он сделал. Организовал и Рамштайны, и вот эти коалиции. Это действительно есть. Все, все, все. От этого не отнимешь. Но вот этой большой бочке меда есть дерьмо. Сами знаете. Яйца по цене ФБЖ, ну и дальше по теме. То есть, которые превысили в обществе в обществе и отношение такое, что все, что он сделал, хорошее. Превысили. Потому что на войне нельзя мародерствовать. Я не говорю, что это он делал. Это не он, он даже, может, не знал. Но его общество, и я в том числе, предъявляю ему претензии, потому что если он идет, у него должна быть команда. На то он называется политический ставленник. Политический стал, у него должен замов. Замы набирают, и замы конкретно работают. А раз он не захотел не менять положение права в министерстве обороны. В министерстве обороны есть три, есть пять органов военного управления. Вот министерство обороны, это орган военного управления. не, висковое управление, висковое, висковое. Органы висковое. Так у него в министерстве есть еще пять департаментов, которые являются органами вискового управления. То есть директора департаментов обладают функцией, обладают правами на уровне министров. Представляете? А это было сделано при Петре Алексеевиче. Понимаю, для чего. А для чего, почему Петр Алексеевич проиграл? Оп, коробарон-пром, да? Вот это одно и то же. И он не поменял. Я сколько предлагал, поменяйте это положение, и вы сразу же, где-то процентов на 50, уберутся вот эти причины для коррупционных деяний. Не, как вот глаза выпучили, вы ничего не понимаете. Ну, не понимаете, да не понимаете. Будут проблемы. Вот проблемы будут. Следующие забыли. Вот сейчас будет ли новый министр? То есть будет, кто будет новым министром? Это тема, опять же, отдельного разговора. Но, что поменять? Ничего не поменять. Потому что сама система придет, если придет министр, который вообще ниоткуда. Ну, знаете, так раз, парашютист. Прилетел парашютист. Умные, грамотные лауреаты Нобелевских премий, Стэнфорд, что там, Оксфорд, что еще он там должен заканчивать? А ничего не поменять. Потому что это такая организация, что в Минобороны сразу должен прийти человек, который сразу же должен взять это все в руководство. Таких я людей вижу только несколько. И то из числа бывших генералов, которые сейчас уже в отставке или в запасе. придет гражданский, будет большая проблема. Начнется меняться, меняться первым делом, начнутся меняться замы, естественно. А могут и не поменять, потому что вдруг они очень нужные люди для нужных людей. Ну, будут менять директоров департаментов, те, которые имеют вот эти функции. Называется самые жирные департаменты, которые имеют право подписывать договор и платежки. Договор и платежки. 36 миллиардов дебиторская заборгованность в Министерстве обороны. Она возвращены деньги или нет? Возвращены? Это не, это аудиторская аудитория. Кстати, там Резников об этом поднимал. Там намного больше. Деньги, которые выдавались, а продукция не поставлена. Поэтому сможет ли новый министр решить эту дебиторскую заборгованность? Не знаю. Это самое основное. Да. Ну, мы посмотрим, да, вот нового министра, что, что будет и как будет. Мы, ну, там, это вертикальное значение тоже, наверное, изучим. Я бы хотел задать вам вопрос, который, ну, косвенно касается министерства, но касается. Это мобилизация. Последние дни, ну, вот прям можно разбирать и по пунктам, я хочу, чтобы мы прошлись. Начнем, пожалуй, с белобилетчиков и вычеркивания заболеваний, которые, там, делают из человека условно пригодного. Теперь они годны. Ну, и там перечисляется, там, залеченный ВИЧ, туберкулез, психические легкие расстройства. Ну, там целый список. Я думаю, что это такая тема очень горячая. Все, наверное, знают и примерно понимают, что это за болезни. Ну, а вот я так вот слышал тоже, да, вот говорят, ну, смотрите, ну, это же не на передовую, это же вот просто как бы использовать этих людей мы должны. Возникает вопрос, почему приходится прибегать к вот этим снятиям диагноза? По всей видимости, есть проблема с ресурсом. Я считаю, опять же, на всех ваших передачах всегда поднимаю вопрос. Информационная составляющая есть две. Первое, как Черчилль делал, говорил все, что есть, скажи, погибший. И как делал в бывшем Советском Союзе. Все нормально, все, все. Нет, никто не, да вообще все, все, никто не погиб вообще враг бежит и тому подобное. Вот мы, вот вы пришли к тому, что говорить, конечно, о потерях, это совсекретно, но с другой стороны, для того, чтобы это было совсекретно и привлечь лицо к уголовной ответственности, необходимо, чтобы державный эксперт, испытание державных тайныц, внес изменения, свои пропозиции в наказ СБУ 440-й. Видите, я еще помню, уже сколько уволился, все это еще помню, да, где в роздиле четвертом разделе напишет, что потери, там даже, она внесена, нет, не внесена. Они даже об этом не знают, что надо это сделать. Ну, то есть, на самом деле, преступного ничего в озвучивании потерь нет. Нету, если, опять же, если брать уголовное, для того, чтобы преступление, разголошенное ведомость, я сказала, державную тайныц, вот я уже забыл, какая статья, а вот военную помню, 422-я в роздиле висковой излучины, там есть объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Вот предмет преступления, ведомости, которые складают державную тайныц, они сосредоточены, где ведомости, которые складают державную тайныц. 440-й приказ, и там написано, что конкретно. И вот там, это должно быть изменено. Внесено это или нет? Я что-то, честно говоря, сомневаюсь, потому что об этом, что я сейчас сказал, для власти это будет откровение, знаете, такое, откровение. Оказывается, блин, какой он умный. Он и это знает, да, будет. Это я насчет кандидатской и докторской будущее. Он и это знает, откуда он так все это знает, все. Пора его, наверное, куда-то делать. Так вот, но я сейчас больше про юридическую составляющую. А если брать по политическому, вы правильно спрашиваете. Сейчас у общества возникнет вопрос, а с какой, почему это? Значит, где, куда делся ресурс? Ресурс, я говорю, личный состав, который был, находится в вооруженных силах Украины. Кстати, это самая большая проблема после войны будет. И если сейчас ее не начать, то есть начать потихонечку, надо уже вводить в информационное поле. Потому что те данные, которые даже он говорит, он-то данные говорит, и в западных СМИ говорят. Вот западные СМИ, там, New York Times, там, Washington Post, там, еще такое, все, блин, про кремлевских, это все московиты заплатили, и они написали статьи, да? Это тоже ж месседжи некоторые, кидают на ракину. Все, кругом захватили все московиты. Так вопрос у меня. Их полностью экономически оградили, значит, экономические санкции. Они долларами торгуют, ничего, но они все покупают за доллар. Откуда у них доллары идут? А там ведь мы же прекрасно понимаем, какие суммы. А надо же еще что-то тянуть, холодильники же покупать, а с холодильников чипы доставать на ракет, да? А представьте, сколько холодильников, это же сколько холодильников надо закупить и притащить еще контрабасу, да? Ну, это я про эти нарративы, про мифы, тупые, которые обманывают наше население. Так вот, возникает вопрос, какой это будет ресурс? Вот я как кадровый офицер, я всегда, я был в двух структурах, в структурах военной и потом в органах государственной безопасности. Так вот, военной, мы больше, самое основное было, я служил в частях повышенной, постоянной боеготовности и тому подобное. Для нас самое основное, когда мы проводили боевое слаживание, это должно быть, каждый солдат, офицер, прапорщик, он должен выполнять свою задачу. Он не должен болеть, не должен, то есть мы это бы, а тут вместо, например, хорошего офицера, нам присылали выпускника Казанского авиационного лейтенанта. Казанского авиационного училища, Московского авиационного училища, это как раз были те, которые несли боевое дежурство. И уже даже как кадры, я еще когда был не командиром, а только инженер, старший инженер, потом стал командиром. Мы над этими лейтенантами, естественно, мы их пинжаками называли, естественно, над ними смеялись. А смеялись, ну, шотник толку какой, ну, дежурство не могли нести, а толку, в принципе, они место, место, они занимали место. Боевое дежурство он нес командир, замкомандира дежурующего, он просто занимал место. А во время выполнения кросса и тому подобное, а куда он там побежит? Мы-то рысаки такие, ну, нас после училища бегали, а он же, ой, я не могу, у меня то, боли, то. Мы добежали подразделением, а он не может. Это я к чему говорю? Это говорю, пришли люди с ограниченными возможностями, я про психическую составляющую вообще не говорю. Это вообще страшная штука, это страшная штука. Ограничено сердцем, сердцем все. К подразделению надо выдвинуться из пункта А в пункт Б, пробежать обстреливаемый поля, обстреливаемый, мы уже говорили в начале передачи, он должен пробежать из пункта А в пункт Б, полная выкладка и занять боевую задачу. Как вы думаете, человек, у которого эшемическая болезнь сердца или кровеносные сосуды и тому подобное, он добежит, так он упадет. Упадет и, во-первых, его надо будет тащить, два человека надо будет тащить, или он умрет там. То есть единицу мы потеряем. Ну, командир потеряет единицу, ему задачу надо выполнить. Следующее. Выполняет задачу болезни желудка, геморрой, извините за такое, не очень, может кому-то слушать. Ну, раз, а там ведь, вы знаете, когда находится огневой вал, да, я вот с солдатами и офицерами разговариваю, говорю, для того, чтобы сходить в туалет, это надо героя, то есть как минимум пописать, это медаль, боевые заслуги, а по-большому это орден давать, когда идет огневой вал, да, и тому подобное. И вот такие, как он будет, в себя ходить? Это, вот извините, вот такое, это солдатская правда называется. Кормить такого рода солдат, чем ты будешь? Тушенкой? Так он, у него желудок снесет сразу, и крышу сорвет, и поддон снесет. Ну, смешного, смешного здесь на самом деле нет ничего. Это не смешно. Вообще не смешно. Это я, когда вот приехал, я в Казахстане служил, я ошалел, когда там летом все время дизентерия, дизентерия летом. И когда мы, самое главное, ходили, чтобы солдаты руки мыли, фляжки были, и не дай бог, если один заболел, все в поле выводим, садим, 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 тут раз, посадили отделение, потом шаг вперед, ты смотришь, и сразу дизентерия, и сразу это снижение, не то, что уровня боевой готовности, а полностью не боеготового подразделения. Это не шутки. В итоге будут сдаваться, первое. Второе, психические отклонения, будут своих же расстреливать, гранату в блиндаж бросать, или расстреливать. В-третьих, во время огневого вала, будут скакивать, бежать вперед, потому что бошку снесло, его будет убивать. Так вот, в итоге получится, что, я же понимаю, может быть для, это будет снижение нагрузки для реформированного супром наше здравоохранение. Может хорошо. Пенсионный фонд будет радоваться, слава богу, пенсионеры не будут, меньше будут пенсионеров. Сказали же, 40-летнюю же пенсию получать не будут. Но мы же, мы же сейчас говорим серьезные вещи, мы говорим про украинцев, каждый человек это украинец, мы же после войны должны страну строить. А в итоге война закончилась, а никого и здоровых нет. Здоровых-то нет. Так и условно здоровых тоже получается нет. Вот и получается. Вот сейчас мне офицеры рассказывают, говорит, Олег Иванович, знаешь, в одном из одним из лучших подразделений, который занимается развед деятельностью, 26 лет у офицера был инсульт. 26 лет инсульт! Не в 50 когда-то на пенсию ушел, уже там 50-60, а 26 лет. Да. Друзья, напишите, что думаете в комментариях. Знаете, Олег Иванович, можно, конечно, тему мобилизации продолжать. И ровно то же самое относится к вот этим идеям о экстрадиции, да, об экстрадиции, что, мол, там уже дают заднюю немного, говорят, что да нет, это там уголовные дела, нужно там индивидуальная ответственность, все правильно, да, но информация уже пошла о том, что экстрадировать тех, кто незаконно уехал, вернуть на родину, ну и что с ними делать, да, вот, на родине мобилизовать, вроде как не получается, потому что там уголовное преследование, ну, обычно, да, вот, если тебя экстрадируют, это что, ну, штрафбаты, или как это будет выглядеть, или пойдет на зону этот человек, или там отбывать какое-то наказание, то есть это вот прям отдельная большая тема, я больше прокомментирую, два слова, во-первых, мы говорим про страны Евросоюза, они на это не пойдут, не пойдут, почему, для того, что экстрадиция, должна быть соответствующая процедура, для этого должны быть уголовные дела, для этого должен быть суд, то есть решение суда, туда, и местные органы власти, то есть местные правоохранительные органы, если его задерживают, никто их ловить не будет, задерживают автомобиль, да, он смотрит, он тут подходит, его в местный суд ведут, в местный суд, и второе, доказать, что человек получил липую справку, невозможно, сразу говорю, невозможно, для того, чтобы доказать, он сам должен сказать, я не больной, хорошо, он может сам сказать, но консилиум врачей, и врачи, не скажут, даже если они взяли взятку, не скажут, никогда врачи, на другого врача, не скажут, никогда, я не знаю, кто это придумал, дискредитируя, опять же, то военкомы, все время кто-то виноват, военкомы, которые с лейтенантов, то есть курсантом были хорошие, лейтенанты были, прошли до полковника, занимали должности, поданяем им, писали характеристики, лучший, лучший боевым расчетом, самый лучший был, назначением на должность, звание, и в один день стали мудаками, да не может такого быть, это же не сами министры, которых назначают, непонятно откуда берут, через два месяца, торговал линолеум, через два месяца его берут, он обворот, его в тюрьму садят, это же офицеры, это же дискредитация офицеров, то же самое и врачи, врачи никогда на это, даже врач эти увидят, он никогда ни до другого врача не скажет, никогда, у них есть корпоративные, корпоративные интересы, они никогда на это не пойдут. Олег Иванович, я вот просто смотрю, там на детей, там друзей, ну знакомых, да, вот, на вот этих молодых, на молодых, смотрю, людей, там, ну там девочки, мальчики, которые вот в медицинском учатся, но они вот сейчас заканчивают, вот, я и раньше как-то удивлялся, а сейчас тоже как-то вот смотрю и удивляюсь, но, шесть лет, да, плюс там интернатуры, то есть это путь, да, и вот этот человек, который, ну вот, который как бы вот врач, да, вот он берет взятку, да, но он проделал вот этот путь, и в процессе этого пути вынужден брать взятку, потому что дают, раз, потому что в условия такие два, во-вторых, может он и не брал, но взял там кто-то другой, да, вот в соседнем условном ВЛК, да, а теперь и он тоже, его теперь хвосты в гриву, и теперь его чистят, и что, и что значит этот путь, там, в профессии, который был у тебя за плечами, это такая большая, ну, трагедия, действительно. Давайте мы определимся, врачи взятки не берут, врачам дают за их работу, соответствующее вознаграждение, кто дает, я всегда даю, всегда даю, я всегда плачу за, за услуги, но с учетом того, что сейчас я обслуживаюсь, куда-то наши уехали, невозможно, я пошел сейчас обслуживаюсь в частной клинике, ну, нормально, все, и врачи очень хорошие, я всегда плачу, приходишь, потом в кассе заплатил, ушел, врач доволен, дал услуги, я доволен, что получил квалифицированные услуги, я могу спросить с врача, что реально происходит, это первое, второе, мы сейчас говорим про военно-врачебные комиссии, которые сами по себе, это, это больше администраторы, вот если, например, у человека, если он пишет, ну, берем там, хирург, он определил, один хирург смотрит, есть у него грыжа, пупочная, да, или паха, или нет, один может определить, другой нет, по возрастному категории, в принципе, у нас все больные люди, у нас отменили, швитивую систему Симашку, у нас диспансеризацию не проходили, все больные, и невозможно квалифицированно поставить диагноз, то есть опровергнуть, тут диагноз, поэтому и говорится, консилиум, почему в Верховную Раду нельзя привлечь к уголовной ответственности, за их даже лоббистские решения, потому что это коллективный орган, и врачи, консилиум, консилиум, врач, врач, если берет тот, кто, я называю, передаст, это тот, который берет деньги, тащит туда, им за это пишут, что-то написал, но опять же пишет врач, тот, который занимается профессионально, они не будут это делать, то есть врачи, которые себя уважают, не будут, а те, которые создали, создают так называемую группу, да, это, в каждой профессии это есть, подождите, военкомов назвали всех преступниками, есть пару человек, да, есть бы, пожалуйста, врачи назвали, аппаратные все, может быть, дело врачей, 1953 год, сейчас помним, да, белые одежды, забыли книгу приставкина, когда в 80-х годах читали бы, толстые журналы, опять к этому возвращаемся, да, это следующий вопрос, тогда можно так сказать, депутаты, раз где-то попался, так они все тогда бы, мудаки оказываются, да, если один депутат что-то сделал, так они все такие, надо переизбирать Верховную Раду, следующий вопрос, следующий вопрос, офис президента, снимают с должностей, а что их сняли с должностей, вот там где-то что-то, куда-то там что-то это, да, так значит они тоже там все такие, следующий вопрос, если у нас армия, это средство общества, и все в армии, мудаки, так значит у нас общество может быть все уже такое, вы же понимаете, что это делается, это как идет сталкивание народа с друг другом, а что будет после войны, вы понимаете, что это сознательно кто-то делает, это разделяет народ, народ воюет, выполняет задачи, боевую, сколько горе, лишение и страдания, и надо еще здесь, это специально делается, так вот, вывод здесь очень простой, или делается это по недовмыслию раз, или делается это по, то, что остаться на жирных должностях два, или выполняет задачу, агрессивного северного соседа, ну оставим здесь, может быть и такое, кремлевский агент, да, давайте, кремлевский агент, ну ведь по большому-то счету, это же, ну, кому в конечном итоге, да, результат вот этого противостояния выгоден, не, естественно, россии вы, так я к чему говорю, так это же делается нами, руками нами, украинцев делает, я же про вот, что я прошел, конечно, им выгодно, самая главная задача противника, чтобы общество было развернуто, чтобы не было никакого взаимопонимания, чтобы в армии высокого морального духа, боевого духа не было, это для этого все и делается, ну служит солдат или офицер, у него дома мама или папа врач, блять, все врачи, все скоты, сын военкома, все скоты, а сейчас можем, давайте другу, скоро пенсионеры будут, ах ты, они же пенсию еще получают, может их сделаем еще? Давайте пенсию заберем, давайте пенсионеров сделаем, пенсию заберем, давайте, пенсию заберем, они, ага, они, оказывается, учились еще, они еще при Советском Союзе родились, и жили, и учились, не, пора это все забирать, да, пора все, да, и останутся, и кто тут останется, как Миша Чеплыга говорит, Бангладеш бы, или с Африкой? Друзья, напишите в комментариях, что думаете, у меня финальный вопрос нашей сегодняшней встречи, ну такая достаточно эмоциональная получилась беседа, но тем не менее, мы начинали с продвижения, линии обороны, наступления, вот это, новой какой-то фазы, да, вот этой осени, что началось, три месяца, я хочу, чтобы вы прокомментировали, два момента, два момента, момент первый, сармат на боевом дежурстве, что это означает, ну, как бы, можно ли доверять, это там, ну, как бы, потемкинские деревни, или, или что, или для кого это сигнал, и второй, скажем так, момент, который я хочу, чтобы вы тоже прокомментировали, это, вот мы про Юг говорили, неделю назад, есть такой, Курулев, российский, говорит, нужно ударить вот в это место, прорыва, да, или как продвижение, углубление, да, в оборонительной линии ВСУ, ядерным оружием, его, ну, понятно, раскритиковали, там, ну, вот, прошла неделя, все там обсуждали, там, как бы, сказали, Гурулев поехал с катушек, и он сегодня, как бы, оправдывается, ровно через неделю после того, своего предложения, мол, тактическим ядерным оружием ударили, и потом зашли, и продвинулись, вот такой контрудар, о котором, там, вы говорили, выше, от Российской Федерации, мол, ядерное оружие, говорит, нужно сделать так, объясняется Гурулев, что вот нужно там, на каком-то расстоянии от земли, ядерная бомба, тактическая взорвалась, тогда не будет, мол, заражения почвы, и мы тогда пройдем, потому что у нас все, вся техника у Российской Федерации, ну, в общем, такой какой-то, ну, ну, такой лютый сценарий обрисовал, сложно поверить. Верите ли вы в первое, верите ли вы во второе, и что скажите, как военный аналитик, по поводу этих двух моментов? Ну, первое, по Сармату, я индекс не помню какой, но это идет замена, у них 6-6 полков, 10 полков осталось, воевод, то есть, которые обслуживали 15-18 М, это те ракеты, которые я учил, я на них нес боевое дежурство, и которые проливали гарантийный срок эксплуатации, дежурмаш. Наши ракеты, да? А наши ракеты, да, и поэтому их сейчас переделали, их надо снимать с боевого дежурства, и поставили сейчас новый комплекс, там, кажется, 15-28, я не помню сейчас, я не готовился, но это не принципиально важно, но это ракета новая, то есть, и ракета ихняя, ракета хорошая, межконтинентальная, и я так понимаю, она может нести не только ядерные блоки, блоки, но и гиперзвуковой блок, который выходит, то есть, не ядерный блок. Если вот вы тоже мониторите их инфраструктуру, они там пару раз заявляли, а давайте ударим баллистик, а зачем мы пускаем просто так ракеты, вот, пускаем, да, просто так, куда-то там, северного моря, ну, весна у стрельбы, там, северного, потом на Куру они стреляют, через, весь Советский Союз всю Россию на Куру это, на Камчатку стреляют, а давайте мы вам бабахнем, то есть, не ядерный, будет пустышка, то есть, туда тонн там десять, ну, не десять, там, пять тонн заложим, три нитротолова, и куда-нибудь бабахнем, это есть такое, но отдельно у них горячий головой, так вот, это комплекс новый, это комплекс идет замена, и он есть на самом деле, сейчас они будут уменять, то есть, они меняют это усиление, их ядерные триады, наземного базирования, конкретно ОС, основной ОС, есть ОС, и подвижки, и железнодорожные, ОС, это отдельный старт, старт, это под землей, это именно те, которые предназначены на ответ на встречный удар, есть ответ на встречный удар, есть ответ на удар, а есть, и тому подобное, каждый, каждый предназначен для чего, это я только говорю про РВС, а есть еще противнические бомбардировщики, и ПЛАРП, ПЛАРП, это подводные лодки, да, ядерные, баллистические ракеты, по, по Гурулеву, дело в том, что в доктрине, в боевых уставах, Советского Союза, я не знаю, я так думаю, оно уже осталось, и в России оно осталось, значит, на каждую, каждую дивизию, которая стояла в западной группе войск, предназначалось, где-то 4 ядерных боеприпаса, мощностью 1,5, где-то 2,5 килограммов, которыми стреляли, так называемые, тяжелые артиллерийские подрядники, опять же, пионы, гвоздики, вот это, цветочный дивизион, вот что-то цветочное, вот они все стреляли, вот ядерными, ядерными, 4 штуки, для прорыва, для прорыва наступлений, вот, когда они готовились, было по планам, готовились западные группы войск, ну, ГСВГ, идти на западную Германию, тут наносило 4 ядерных удара, и танки Т-64, Т-64, зовут Малышев, почему они, именно такие были предназначены, которые проходили по местам, где радиоактивное заражение, они для этого были, так называются, танки прорыва, у них был ресурс, 400 километров, 400 километров прошел, и все, у них нет задачи, потом следующие, там, следующие танки шли, шли, и шли, поэтому, он, а он ведь говорит, по обороняющимся частям, у них, то есть, по нашим, по нашим наступающим частям, да, которые якобы, там, с этой очереди, с работы для работя, но, и вот, выполняют задачи, о которых мы в первых минутах передачи говорили, да, поэтому, у них это в боевых документах не предусмотрено, а, опять же, заканчиваем, а армия воюет по документам, не то, что где-то что-то кто-то придумал, вот, в боевых документах написано, что и как, и почему, и если есть наступление, наступление предусмотрено, при обороне, не предусмотрено, при обороне предусмотрено совершенно другое, Вот если брать автономную республику Крым, оккупированную территорию, если у них предусмотрена ее защита, территория, которая защита у них записана в Конституции. А здесь ни в чем не принято, он бывший командующий 58-й армии, что-то у него в голове, ну что-то он наверное... Перещелкнуло что-то, да? Да, с вечера, с вечера, наверное, своими друзьями вспоминали, наверное, курсантские годы, поэтому это и второе самое важное. Вот некоторые говорят, что по снарядам, они снаряды сделаны, ядерные снаряды, снаряды на начинке, они сделаны так, что туда не надо ключей. Это вот так, вот например на С-300, С-400, на ПВО, на Х-ракеты, Х-крылаты-ракеты. Они входят в состав 12-го главного управления Минобороны, и там они для того, чтобы завести, так есть называемые ключи. Не ключи, которые есть, а я говорю сейчас про тактическое ядерное оружие, которое есть у Путина, да? Путина, Шойгу и Герасиму. Ключи для того, чтобы прошли сигнал пуска шифр на стратегические ядерные снаряды. А я сейчас говорю про тактическое оружие. Вот снарядники, снарядники не надо ключей, но они все сейчас находятся на арсеналах 12-го главного управления. И для того, чтобы всем будет известно, в том числе американской разведки, в которой висят спутники, как только арсеналы 12-го главка откроются и какие-то машины повезут, они сразу об этом отслеживают, они это видят. Кому интересно, я собираю фотографии, чтобы понимать, что и как, и почему, какой транспорт этот перевод. Их нельзя взять в какой-то ящик и притащить. Вот некоторые думают, а я сейчас машину кину, и мы их притащим. Нет, это приводится к определенным транспорту, есть определенные машины, эти машины имеют определенный вид, разведки западных стран знают этот вид, как они выходят. Поэтому все это учитывается, все это контролируется, то есть Агентство национальной безопасности, там работают профессионалы, я не знаю, как только что-то куда-то выйдет. Об этом, я так думаю, будет известно. Да, Олег Стариков был моим собеседником сегодня, я благодарю вас за ваше время и ваши мысли. Да, спасибо большое. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся.